Учебный год близится к завершению. Для выпускников начинается горячая пора. Впереди их ждут вступительные экзамены. Распределением квот в республике занимается Россотрудничество совместно с внешнеполитическим ведомством. На целевые места абитуренты направляются по тем специальностям, которые необходимы республике. Министерства и ведомства предоставляют информацию по кадрам, после чего формируется госзаказ правительства. И Россотрудничество запрашивает для Южной Сети квоты по актуальным профессиям. Хочу заметить тот факт, что зачастую, как минимум на моей практике, потребность и фактическая предоставленная квота, они отличаются. Они всегда отличаются. То есть не бывает такого, что мы условно хотим 100% подготовки, пусть это будут какие-то технические профессии, но мы их предоставили. Нет, конечно, такого не бывает. Это связано с тем, что и в вузах зачастую бюджетных мест на ту или иную специальность бывает дефицит. По этой причине нам эти целевые места не предоставляют. Испытания по квотной программе уже стартовали. Более 40 абитурентов решили поступить в российские вузы. Двое из них боролись за место в ординатуре. Пройти испытания смогли 24 человека, один из которых – аспирант. По словам Аслана Лулаева, многие абитуренты сталкиваются с проблемами, связанными с регистрацией на территории Российской Федерации. Не буду скрывать этой информацией, что есть у ряда абитурентов республики проблемы с поступлением в высшее учебное заведение Российской Федерации. Они связаны именно с тем, что, к большому сожалению, не успели своевременно сняться с регистрации с Российской Федерации. Сейчас, скажем так, эти вопросы отрабатываются с вузом. То есть, эти родители на связи. Тоже хочу сказать для широкой общественности, что по каким-либо возникающим вопросам все желающие имеют возможность обратиться в отдел науки. Абитуренты из Южной Осетии также могут поступить в вузы Российской Федерации, сдав единый государственный экзамен. В этом году желающих сдать ЕГЭ значительно выше, чем в предыдущих. Все они прошли регистрацию в Министерстве образования, и в конце мая для них стартует первый этап тестирования. Югостинские абитуриенты будут сдавать единый госэкзамен в Северной Осетии. Однако, по словам Лулаева, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы уже в будущем появилась возможность проводить его на территории Южной Осетии. «На сегодняшний момент существует ряд проблем, препятствий, по какой причине мы этого сделать не может. Начну с того, что единый госэкзамен в первую очередь проводится на территории Российской Федерации. Этот вопрос в принципе решаемый, когда по решению Рособорнадзора экзамен может проводиться на территории Южной Осетии. По окончанию учебного года мы обсудим данный вопрос с Рособорнадзором». Российские вузы ежегодно также предоставляют квоты по линии МВД, МЧС и Министерства обороны. Однако, их экзамены проходят без участия Министерства образования. Аслан Лулаев добавил, что наиболее востребованными остаются специальности юриспруденция, медицина и экономика. В завершение министр призвал абитуриентов и их родителей по всем интересующимся вопросам обращаться в Министерство образования.